Шо вы головы гаситесь? Давайте, как обычно, 3 новости за 3 минуты и будем двигаться дальше, тем более сегодня уже 88 выпуск. Так вот, NVIDIA добавила полноценную поддержку DLSS на Linux через проект Proton. Это позволит использовать технологию повышения производительности NVIDIA DLSS в играх не только на ПК с Windows, но и на Linux. Еще в июне NVIDIA заключила партнерство с Valve с целью добавления поддержки технологии суперсемплинга в Linux через проект Proton. В том же месяце она появилась в играх с API Vulcan, а Proton версии 6.3.8, которая вышла вчера, включает поддержку DLSS для проектов на базе DirectX 11 и DirectX 12. Среди прочих улучшений в данной версии Proton поддержка античита Battle.i, улучшенная совместимость с играми, использующими DRM защиту от Valve и поддержка новейшего SDK Steamworks. Ну и также куча мелких множественных исправлений багов. Но прежде чем двигаться дальше, я попрошу вас подписаться на канал, потому что вы смотрите и слушаете на мышу, а я для вас стараюсь каждый будний день выпускать по-новому видео и держать вас в курсе всех современных новостей. Поэтому тисните на подписку, тисните в колокольчик и погнали дальше. Сразу после выхода и без того недешевые модули памяти DDR5, которые дебютировали вместе с платформой Intel 12-го поколения, оказались в дефиците. И как это обычно бывает, в ситуации не применули воспользоваться искателем легкой наживы. На аукционе eBay можно найти немало предложений спекулянтов, предлагающих комплекты по сильно завышенным ценам. Так, цены на бюджетные модули памяти DDR5-4800 объемом 16 ГБ на eBay достигают 800 долларов и выше. Это все при том, что рекомендованная цена составляет 160 долларов. Но, пожалуй, самый яркий пример это пара комплектов Corsair Dominator Platinum DDR5 с частотой 5200. Суммарный объем 64 ГБ, который предлагают на аукционе за 5000 долларов. И это все при том, что на официальном сайте Corsair это все можно было приобрести, то есть один кит можно было приобрести на 32 ГБ за 340 баксов. Короче, люди, в страшное время живем, скажу вам так. Ну и напоследок у нас не очень серьезная новость, но на этот раз достаточно такая позитивная, можно сказать. Потому что 24 ноября в Steam стартовала ежегодная осенняя распродажа, на которой 50% получил скидку Cyberpunk 2077. И спустя день данная игра ACD Project Red, благодаря сниженной цене, которая, кстати, составляет 449 гривен, возглавил мировой чарт продаж Steam. Ну, кстати, длительство длилось недолго, потому что потом RDR вернул это первенство. Но, тем не менее, я вам хочу сказать, что если у вас на самом деле нет в библиотеке RDR 2 либо Cyberpunk, сейчас очень удачное время приобрести эти обе игры. Потому что 449 гривен за эти проекты достаточно адекватная цена, я считаю. Ну, на этом, пожалуй, все. Спасибо, что досмотрели и послушали до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не теряйтесь. Спасибо. 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 Спасибо.